Здравствуйте. Артур задает вопрос. В вашей программе по бессоннице говорится, что надо ограничить время на сон. А как вычислить, сколько нужно спать? Ну, Артур имеет в виду, я понимаю, программу когнитивно-поведенческой терапии, где мы реализуем методику лечения бессонницы ограничением сна. Действительно, это очень эффективная методика, которая позволяет человеку консолидировать ночной сон в пределах определенного количества часов, чтобы человек спал все эти часы, ему даже немножко не хватало. А если человеку не хватает времени на сон, у него развивается истинная дневная сонливость, и у него меньше становится проблем с засыпанием, меньше ночных пробуждений, и в итоге мы улучшаем, как это ни парадоксально, так звучит на первый взгляд, качество сна. Ну, а что касается того, как вычислить? Там, если мы вот с пациентом работаем, достаточно много параметров, порядка 6-7 параметров, которые мы учитываем, когда мы определяем это время пребывания в постели. Мы сначала заполняем двухнедельный дневник сна, мы разговариваем с человеком саваун или жаворонок, какие у него социальные обязанности и так далее. Но если кратко говорить, то можно приблизительно так посчитать. Вспомните, когда вы до развития бессонницы спали, в общем-то, достаточно хорошо, но в то же время активно работали. Ну, то есть, то минимальное количество времени, которое вам необходимо было, чтобы выспаться, и чтобы вам этого хватало, чтобы днем более-менее нормально функционировать и, в общем, не испытывать выраженной сонливости. Вспомнили? Ну, допустим, 7 часов, да? Обычно можно отнять еще просто час от этого времени, и мы абсолютно точно поймем, что это будет уже некий дефицит сна. И если вам хватало 7 часов, то это 6 часов. И, собственно говоря, вот это есть то время, которое мы разрешаем человеку находиться в постели. Спит он, не спит он, но больше 6 часов он не может находиться в постели. Да, будет накапливаться дефицит сна, но в итоге человек начнет спать все эти 6 часов от и до, и ему начнет не хватать. У него появится истинная дневная сонливость, вечером человек будет больше уставать и больше хотеть спать. И те рефлексы, которые не давали ему заснуть, боязни заснуть, что постель-бессонница, они в конце концов уйдут. И человек начнет спать эти 6 часов, если так можно выразиться, без задних ног. И ему начнет не хватать, и днем он тоже будет испытывать сонливость. И дальше мы начинаем увеличивать время пребывания в постели, и в итоге приводим к тому, что человек выходит приблизительно на то же время, которое ему хватало, чтобы выспаться до бессонницы. Вот, собственно говоря, кратко можно сказать, сколько нужно спать. Ну, а еще раз говорю, что если мы реализуем очную программу, то в этой ситуации мы много параметров учитываем, чтобы подобрать именно то время, тот интервал времени, во сколько лечь, во сколько встать, чтобы это было наиболее эффективно в плане реализации программы когнитивно-поведенческой терапии бессонницы. Ну, пожелаю Артуру хорошего сна и удачи в жизни. Всего хорошего.